Антон Павлович Чехов Сапоги Читает Геннадий Постригаев Фортепьянный настройщик Муркин, бритый человек с желтым лицом, табачным носом и с ватой в ушах, вышел из своего номера в коридор и дребезжащим голосом прокричал «Семен! Коридорный!» И глядя на его испуганное лицо, можно было подумать, что на него свалилась штукатурка или что он только что у себя в номере увидел привидение. «Помилуй, Семен!» — закричал он, увидев бегущего к нему коридорного «Что же это такое? Я человек ревматический, болезненный, а ты заставляешь меня выходить бусиком. Отчего ты до сих пор не даешь мне сапог? Где они?» Семен вошел в номер Муркина, поглядел на то место, где он имел обыкновение ставить вычищенные сапоги и почесал затылок. Сапог не было. «Так и где же им быть, проклятым?» — проговорил Семен. «Вечером, кажись, чистил и тут поставил. Ну, вчера, признаться, выпился был. Должно полагать, в другой номер поставил. Именно так и есть, Афанасий Егорович, в другой номер. Сапог-то много, а черт их в пьяном виде разберет, ежели себя не помнишь. — Должно, к барыне поставил, что рядом живет, к актрисе. — Изволь, я теперь из-за тебя идти к барыне беспокоить. Изволь, вот из-за пустяка будить честную женщину». Вздыхая и кашляя, Муркин подошел к двери соседнего номера и осторожно постучал. «Кто там?» — послышался через минуту женский голос. — «Это яс», — начал жалобным голосом Муркин, становясь в позу кавалера, говорящего с великосветской дамой. «Извините за беспокойство, сударня, но я человек болезненный, ревматический. Мне, сударня, доктора велели ноги в тепле держать. Тем более, что мне сейчас нужно идти настраивать рояль генеральше Шевелицыной. Не могу же я к ней босиком идти? — Да вам что нужно? Какой рояль? — Не рояль, сударня, а я в отношении сапог. Невежда Семен почистил мои сапоги и по ошибке поставил ваш номер. Будьте, сударня, столь достолюбезны, дайте мне мои сапоги!» Послышалось шуршание, прыжок с кровати и шлепанье туфель, после чего дверь слегка отворилась, и пухлая женская ручка бросила к ногам Муркина пару сапог. Настройщик поблагодарил и отправился к себе в номер. — Странно, — пробормотал он, надевая сапог, — словно как будто это и не правый сапог. Да тут два левых сапога, оба левые. — Послушай, Семен, так это не мои сапоги. Мои сапоги с красными ушками и без латок, а это какие-то порванные, без ушек. Семен поднял сапоги, перевернул их несколько раз перед своими глазами и нахмурился. — Хм, это сапоги Павла Александровича, — проворчал он, глядя искоса. Он был кос на левый глаз. — Какого Павла Александровича? — Ах, чера, каждый вторник сюда ходит. — Стало быть, это он вместо своих ваше надел. Я к ней в номер поставил, значится, обе пары, его и ваше, комиссия. — Так пойди и перемени. — Здравствуйте, — усмехнулся Семен. — Пойди и перемени. — А где же мне взять его теперь? — Уж час времени, как ушел. Пойди и ищи ветру в поле. — Где же он живет? — Ах, кто ж его знает. Приходит сюда каждый вторник, а где живет, нам неизвестно. Придет, переночует и жди до другого вторника. — Вот видишь, свинья, что ты наделал? — Ну что мне теперь делать? — Мне, генерал Шевелицыной, пора. Анафема-то этакая. У меня ноги озябли. — Переменить сапоги недолго. Наденьте эти сапоги, проходите в них до вечера, а вечером в театр. — Актера Блистанова там спросите. — О, ежели в театр не хотите, то придется до того вторника ждать. Только по вторникам сюда и ходят. — Но почему же тут два левых сапога? — спросил настройщик, брезгливо берясь за сапоги. — Так какие бог послал, такие носят. По бедности. — Где актеру взять? — Да и сапоги же, говорю, у вас, Павел Александрович, чистая срамота. А он и говорит. — Умолкни, говорит, и бледней. — В этих самых сапогах, говорит, я графов и князей играл. Чудной народ. Одно слово, артист. Будь я губернатор или какой начальник, забрал бы всех этих актеров и вас трех. Бесконечно кряхтя и морщась, Муркин натянул на свои ноги два левых сапога и, прихрамывая, отправился к генеральше Шевелицыной. Целый день ходил он по городу, настраивал фортепьяно. И целый день ему казалось, что весь мир глядит на его ноги и видит на них сапоги сладкими и с покривившимися каблуками. Кроме нравственных мук, ему пришлось еще испытать и физические. Он натер себе мозоль. Вечером он был в театре. Давали синюю бороду. Только перед последним действием, и то благодаря протекции знакомого флейтиста, его пустили за кулисы. Войдя в мужскую уборную, он застал в ней весь мужской персонал. Одни переодевались, другие мазались, третьи курили. Синяя борода стоял с королем Бабешем и показывал ему револьвер. — Купи, — говорил синяя борода. — Сам купил в Курске по случаю за восемь. Ну, а тебе отдам за шесть. Замечательный бой. — Поосторожней, заряжен ведь. — Могу ли я видеть господина Блистанова? — спросил вошедший настройщик. — Я самый. — повернулся к нему синяя борода. — Что вам угодно. — Извините, сударь, за беспокойство, — начал настройщик умоляющим голосом. — Но, верьте, я человек болезненный, ревматический. Мне доктора велели ноги в тепле держать. — Да вам, собственно говоря, что угодно. — Видите, лис, — продолжал настройщик, обращаясь к синей бороде. — Товоз, эту ночь вы изволили быть в меблированных комнатах купца Бухтеева в шестьдесят четвертом номере. — Ну, что врать-то, — усмехнулся король Бабеш. — В шестьдесят четвертом номере моя жена живет. — Жена-с, очень приятно-с, — Муркин улыбнулся. — Они-то, ваша супруга, собственно, мне и выдали их сапоги, когда они, — настройщик указал на Блистанова, — от них ушлись, я хватился своих сапог, кричу, знаете ли, коридорного, а коридорный и говорит. — Так я, сударь, ваши сапоги в соседний номер поставил. Они по ошибке, будучи в состоянии опьянения, поставил в шестьдесят четвертый номер мои сапоги и ваши, — повернулся Муркин к Блистанову. — И вы, уходя от их супруги, надели маис. — Да вы что же это? — проговорил Блистанов и нахмурился. — Сплетничать сюда пришли, что ли? — Нисколько-с, храни меня, бог-с, вы меня не поняли-с, я ведь насчет чего, насчет сапог. Вы ведь изволили ночевать в шестьдесят четвертом номере? — Когда? — В эту ночь-с. — А вы меня там видели? — Нет-с, не видел-с, — ответил Муркин в сильном смущении, садясь и быстро снимая сапоги. — Я не видел-с, но мне ваши сапоги, вот ихняя супруга выбросила. Это вместо моих-с. — Так какое же вы имеете право, милостивый государь, утверждать подобные вещи? Не говорю уже о себе, но вы оскорбляете женщину, да еще в присутствии ее мужа. За кулисами поднялся страшный шум. Король Бабеш, оскорбленный муж, вдруг побагровел и изо всей силы ударил кулаком по столу, так что в уборной по соседству с двумя актрисами сделалось дурно. — И ты веришь? — кричал ему синяя борода. — Ты веришь этому негодяю? О, хочешь, я убью его, как собаку? Хочешь, я из него бифштекс сделаю? Я его размажу! И все, гулявшие в этот вечер в городском саду около летнего театра, рассказывают теперь, что они видели, как перед четвертым актом от театра по главной аллее промчался босой человек с желтым лицом и с глазами полными ужаса. За ним гнался другой человек в костюме синей бороды и с револьвером в руке. Что случилось далее, никто не видел. Известно только, что Муркин потом, после знакомства с Блистановым, две недели лежал больной и к словам «Я человек болезненный, ревматический», стал прибавлять еще «Я человек раненый». Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok